Автосообщества не бедолаги, помогают всем попавшим в беду на дороге. Откуда и когда они появились, с авторами удивительного проекта познакомилась Юлия Важенина. Застряли в снегу, закончился бензин, сел аккумулятор. Эти автолюбители, как герои мультфильма Чип и Дейл, спешат на помощь. Я ранее ездил, занимался грузоперевозками, ломался на дороге, на трассе. Мало кто хочет предложить помощь. В основном из-за этого, чтобы люди помогали другим, не проезжали мимо. Элементарно, даже когда машина стоит на аварийках, мало кто останавливается и предложит помощи. Один помог другому, так все и началось. Название сообщества не бедолаги водители придумали случайно. Выложили фото в сеть, отметили хэштегом «Он всем запомнился». Теперь сообществу уже полгода в рядах не бедолаг, около 150 машин по всей республике. Как узнаете, что что-то произошло в городе, что случилось с ЧП? Откуда у вас информация появляется? У нас же официальная страница в Инстаграме. И к нам пишут постоянно о просьбе помощи. А вы приезжаете как? Кто ближе, тот приезжает как? Да, кто ближе и кто не свободен. А много ли вообще сообщений там, например, за день у вас? Ох, очень много. Ежедневно участники сообщества помогают двум-трем водителям. Пока мы снимали сюжет о ребятах, им пришло сообщение с просьбой о помощи. Наша съемочная группа поехала вместе с ними. Оказалось, машина застряла во дворе в снегу. Вчера поставил машину, как бы припарковал неудачно. Сегодня надо на работу. Выехал, выехать не могу. Мучился, мучился. У меня ничего не получилось, не удалось выехать. Я написал в сообщество «Небедолаги». Попросил о помощи, чтобы вытянули. И вот в течение 10 минут, наверное, приехали три машины. Сейчас будем вытягивать автомобиль. Об этом сообществе Евгений узнал от друзей. Они уже звали их на помощь. Моего личного времени заняло около 15 минут. Приехал, посмотрел, как он застрял. Решили, что будем делать. Зацепили трос, вытащили машину. Это будет 10-й человек, которому я помог, так как я недавно в проекте. Сообщество добрых людей, как они себя называют, набирает популярность в сети большое количество благодарных водителей. Первый раз так едем на тросе. Ребятки, спасибо большое, что выручаете. Сообщество добрых людей, помощь на дорогах. Я вообще забыла, что в этой жизни хоть что-то бывает бесплатное. Трос, провода, лопата, канистра и даже теплые вещи и термос. В багажнике этих водителей есть необходимые вещи практически на любой случай. Причем помогают они не только водителям, но и пешеходам. Кстати, стать не бедолагой может любой желающий. В автосообществе вам всегда будут рады. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.